В больницу имени Пирогова, одну из самых тяжелых пострадавших ДТП, Елизавету Маковощик, доставили силами санавиации. После сложной операции пациентка еще неделю пролежала в коме. Маленький сын Лиза, которому год и восемь месяцев, был госпитализирован в больницу имени Середавина. Сейчас жизни мамы и ребенка уже ничего не угрожает. Знаете, в этот день я вообще не хотела ехать. И когда мы сидели на автостанции, у меня ребенок так психовал, он никогда не психовал. Вот как будто бы тоже что-то чувствовал. Мы в автобус еще сели. Я включила мультики ему на телефоне. И то, что мы сели сзади, наверное, нас это и спасло, потому что переживаем весь мятку был. Сестра Алена и Вика Вагапова в тот роковой день, 29 января, ехали в Ульяновскую область на юбилей к родителям. Момент аварии ни одна из них не помнит. За жизнь девочек врачи реанимационного отделения больницы боролись в круглосуточном режиме несколько недель. Тяжелее всего пришлось 18-летней Виктории. В больницу ее доставили в состоянии комы. Персоналы реанимации радовались каждой ее сознанию, каким-то там движением. То есть мы на самом деле все так истинно переживали. Я практически в режиме онлайн. Все выходные находилась на работе, чтобы девочек не оставить внимания, чтобы быть около них. Страшная авария произошла 29 января в Сызранском районе на трассе Урал. Столкнулись грузовой автомобиль «ДАВ», «Шевроле-Нива» и пассажирский автобус «Ситроен». Погибли 12 человек. 10 пострадавших были отправлены в больницы региона. В первые минуты после ДТП губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил задействовать санавиацию для скорейшей эвакуации пострадавших. В настоящее время два пациента уже выписаны, остальным продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь. Ольга Павлова, События.